Приветствую всех творческих личностей и иконоделов у микрофона Виталий. В этом видео я хочу остановиться более детально на пакете авторском. Что же, друзья, поехали. Вместе с вами мы пройдем 5 шагов по организации авторского пакета. Итак, первое – это заполняем анкету, далее регистрируемся, третье – оформляем альбом, четвертое – загружаем фото, ну и последнее – это описываем свои изображения. Сейчас мы находимся на главной странице подлинника, и тут надо перейти на страничку новых пакетов, дабы прочитать условия, необходимые для создания этого авторского пакета. Тут самая главная информация, что это за пакет и так далее, а здесь мы читаем, что необходимо для участия. Первое, что мы видим, это надо заполнить анкету. Так, для чего же необходимо заполнять анкету? Хочется отметить то, что сама идея подлинника онлайн заключается в том, что она отражает по большей части искусство восточно-христианское, и, соответственно, контент здесь будет соответствующий. Кроме этого, данные из этой анкеты будут впоследствии использоваться для оформления вашего же личного альбома. Почему это необходимо? Потому что, к сожалению, сама платформа, сам сервис пока что, да я думаю, и в дальнейшем он не позволит делать, ну как в каких-то соцсетях, что пользователь сам может загрузить свою фотографию для аватарки или еще каким-либо образом расширить возможности своего альбома. Поэтому все это будет делаться в таком штатном режиме. И еще раз повторюсь, для оформления альбома будут использоваться данные из вашей анкеты. Что же из себя представляет эта анкета? Давайте будем знакомиться. Так, сейчас мы перешли на анкету. Вот как она выглядит. Да, действительно, надо авторизироваться. Так, мы зашли в свой аккаунт гугловский. И мы видим, вот, собственно, анкета. Что это за проект, да, руководители и прочее, прочее. И здесь давайте я вместе с вами попробую пройти весь этот путь, чтобы было все понятно, что где надо вводить. Итак, поле электронной почты. Ваша электронная почта будет являться основанием для создания учетной записи на сервисе подлинника, поэтому она, в принципе, обязательно. Ну, тут понятно, для того, чтобы как-то к вам администрация сервиса могла обращаться, да. Я думаю, здесь тоже никакой такой таинственной информации нет в том, чтобы называть свое имя какой-то секретной. Так, какое учебное заведение вы закончили? Если тут нет вашего учебного заведения, пожалуйста, вводим сюда. Даже если, к примеру, вы получали образование самообучения, тогда так и пишем. Чем предпочтительно вы более занимаетесь? Это для того, чтобы в целом понимать аудиторию, тренды, ну и вообще, какого рода информация более необходима в базе подлинника. Так, какой ваш опыт в сфере? Это так для спортивного интереса. Из какой вы страны? Так, я из Украины. Украина. Нажимаем «Далее» и продолжаем. Так, из какой вы церкви? Ну, я надеюсь, тут не надо разъяснять все детали. Ввиду последних событий, которые обильно присутствуют в СМИ, думаю, вопрос всем понятен. Так, «Украинская» или можно сокращенно. Так, вписываем из какой вы епархии или метрополии. Так, ну и, собственно, здесь главные такие данные ваши личные, которые будут использованы потом для оформления вашего же альбома. Так, это аватарка. Так, вот у меня такая подготовленная аватарка. Загружаем ее. Обратите внимание на рекомендацию. Не менее 300 на 300 пикселей. И сюда, смотрите, можно вписать ссылки на свои каналы коммуникаций. Поэтому у меня сейчас открыт Facebook, Instagram, Pinterest. И советую вам тоже сделать и у себя. Переходим, допустим, на Facebook, переходим вот сюда на свой профиль, раз мы перешли. И здесь в адресной строчке мы выделяем всю строчку, копируем, вставляем сюда, в ответ, далее Enter. Заходим в Instagram. Вот я на главный Instagram. И делаю то же самое действие. То есть кликаю на свой профиль. Я к нему перешел. Выделяю строчку. То же самое копирую. Здесь вставляю. И, друзья, вот эти все ссылки, они потом будут отражены в вашем альбоме, в вашем профиле, что будет служить еще одним местом для заказчика или потенциального клиента. Так, ну и последнее, ввожу свой телефон, который у меня привязан к Viber, WhatsApp, Telegram. Вот, собственно, уже здесь у меня находится около 6 каналов. Будут здесь доступны 6 каналов коммуникации со мной. Вот в целом это и есть вся анкета. Я думаю, что там нет какой-то, еще раз повторюсь, секретной информации у каждого из вас. И мне думается, что в первую очередь вы заинтересованы в том, чтобы эту информацию распространять о себе, чтобы облегчить процесс нахождения вас как исполнителя. Могу еще здесь вот отправить мне копию на почту сделать. Да, и отправляю анкету. Вот мы прошли первую стадию регистрации. Так, дальше у нас непосредственно сама регистрация. Что же, пойдем дальше. Регистрация на сайте. Откроем тоже в новой вкладке. Так, ну, здесь вот... Я выберу себе такой вот логин. Пароль. Повторяем пароль. Я думаю, тут тоже ничего совершенно сложного нет в этом. То есть вам надо придумать логин, надо придумать вам пароль. Вводим адрес электронной почты и решаем уравнение. Я думаю, школьник даже справится с этой задачей. Так, почта есть. Решите уравнение. Так, как-то там непонятно было или умножить, или отнять. Я решил сменить уравнение. Так, отправить настройки моего соединения по почте. Ага, здесь, смотрите, здесь и там есть, и там есть. Ага, умножение это крестиком. Ну ладно. 3 умножить на 4, это 12. Так, все. И нажимаем здесь галочкой, если копию необходима на почту свою. И регистрируемся. Регистрация. Вот, собственно, так происходит второй шаг, вторая стадия. То есть мы сейчас уже открыли учетную запись. Дорогие друзья, еще раз повторюсь. В том, что регистрироваться необходимо лишь тем, кто желает быть автором на подлиннике или пользоваться им на полную в виде пакета стандарт или премиум. Для всех остальных, кто не желает этого, кто желает остаться только гостем, не надо просто регистрироваться, потому что количество возможностей ограничено. И поэтому очень большая убедительная просьба не занимать места в базе данных. Итак, после регистрации, если в течение недели, одной недели, вы не загружаете никаких фотографий или вы не приобретаете ни тот, ни другой пакет, эти учетные записи автоматически будут удаляться. Так, ну что же, поехали дальше. Это оформление своего альбома портфолио. Данные берутся из заполненной вами анкеты. Вот, собственно, для этой цели и нужна была анкета. То есть, повторюсь, на основании вашей электронной почты создается учетная запись. А уже, собственно, в вашем альбоме я буду использовать в штатном режиме. Это уже делается программно, к сожалению. Мне тоже, поверьте, было бы легче, если бы вы это все делали сами. Ну и вот мы отсюда берем фотографию, которую вы прикрепили для аватарки и ссылки для соцсетей. Как это выглядит? Вот я перехожу сейчас на галерею сервиса. И там мы видим... Я просто сейчас зашел на правах администратора. И в альбоме автор сейчас мы видим, появился новый альбом. Я уже немножко подготовил, чтобы не растягивать это все в видео. Появился новый альбом со мной. Так как я зарегистрировался под логином RTP. Так он у меня и называется. Но сейчас вот мы будем редактировать. Вот я уже подготовил здесь аватарки. Вы сможете это, собственно, увидеть, как это делается. И вот как раз сюда я буду вставлять присланные вами ссылки. Вот Facebook, к примеру. К примеру, Facebook. Так, это вот у нас здесь. Вставляем в Facebook. И аналогично будут проставляться ссылки везде. Так что у нас еще там было Facebook, Instagram. Instagram, Instagram. А там здесь Instagram. Ну и Viber. Там отдельная такая кнопочка. Я сейчас не вспомню. Так. Но поверьте, у вас это все появится и будет работать. Еще вводим. Как зовут автора. Естественно, вы уже догадались. Для этого мне нужно как раз вот это поле. Так, ну и вот предварительно можно посмотреть, как выглядит уже альбом, который оформлен. То есть у вас есть, у вас будет аватарка и у вас будут ссылки. Если у вас вдруг есть еще какие-то другие платформы, там не указанные здесь. Потому что здесь вот первая пиктограмма, это ссылка на ваш сайт, если таковой имеется, на YouTube канал, если таковой имеется. Соответственно, в анкете я дал только поля для Facebook, Instagram, Pinterest и других мессенджеров. Если у вас еще какая-то интересует какая-то платформа, пожалуйста, пишите об этом в группе. Ссылочка на группу Facebook будет в описании этого видео. Пожалуйста, давайте развивать все вместе. Да, и кстати, это оформление ваших альбомов администрация сервиса возьмет на себя. Поэтому это такой дополнительный бонус для развития сервиса. Так, ну что же, идем дальше. Это загрузка фотографий своих работ. Действует ограничение 300 файлов. Как же это произвести? Так, давайте перейдем в галерею. И так как недавно я сделал учетную запись, то буду под ней заходить. Так, отлично. Выкидывает на главную страницу. Возвращаемся обратно в галерею. Вот если у вас есть такая строчка, такое приветствие, то это свидетельствует о том, что вы зашли в свой кабинет. Конечно, кабинет это очень условно сказано. На самом деле у авторов здесь только преимущество загружать фотографии появляется. И более ничего. Возможно еще сменить пароль. Ну, давайте попробуем. Вот это нам надо войти в меню. В меню исследовать. И в конце вот загрузить изображение. Включаем. И естественно, вот у вас будет, так как вы себя обозначили логином, вот здесь после слова автор, слэш, после слэша будет ваш логин высвечивать. И выбираем, просто нажимаем на кнопочку выбрать файл, и выбираем те файлы, которые вы готовы загрузить в качестве своих работ. Вот, я тут подобрал несколько. Ага, только по одну можно. А, то есть тут по одному файлу идет загрузка. Угу. Добавить еще поле. Да, ну немножко так, видите. Ну, в общем, вы поняли. К сожалению, как оказывается, можно загружать только по одной фотографии. Так, ну и начинаем загрузку. Вот видим процесс, уже загружено. Отлично, уже загружено. Давайте посмотрим. Вот они у нас здесь находятся. Обновим страничку. Так, ну и вот так вот, собственно, у нас выглядит страничка. То есть есть ваша аватарка, есть ссылки на ваши каналы коммуникации и есть ваши работы. Вот, работы я загрузил. Еще осталось сделать описание, изображение. То есть надо ввести название работы и здесь напечатать список ключевых слов. Этой атрибуцией вы будете заниматься сами. А как это делать, я сейчас расскажу. Вот мы, собственно, находимся уже на страничке изображения. И обратите внимание на верхнюю такую панельку. Вот у вас тоже так будет. Две кнопочки. Изменить изображение и удалить. Мы тогда нажимаем на «Изменить». Опись необходимо делать лучше на персональном компьютере или на ноутбуке. Потому что из-за мобильных приложений это очень трудоемко и непрактично. Ну и вообще неудобно. Что же, мы тогда здесь вписываем в поле название вашей работы. Сокращенно апостол. Это чин святости. Первое – это вводим чин святости, сокращенно апостол. Так, Андрей Первозваный. Автор здесь тоже. И далее вот здесь вводим самые главные слова. Ключевые. Итак, тут их несколько самых важных ключевых слов. Первое – это техника исполнения. Второе – это наличие золочения. Третье – это тип изображенной фигуры. Четвертое – это год написания. Пятое – это происхождение. То есть географическая локация. Итак, относительно техники исполнения. Это у нас икона. Мы так и вводим. Икона. И здесь вот выбираем необходимое слово. Далее – наличие золочения. Золочения здесь нет. Оставляем. Тип фигуры. Это у нас поясная, расставая. Соответственно, пишем поясная. Далее – год написания. Вводим год написания. Происхождение. Я сам. Это мой родной город. Мукачево. Еще у нас там есть отличительная такая характеристика. Это орнамент на полях. Орнамент на полях. Ну и сохраняем. Если есть надобность. Так вот смотрим на боковую панель. И видим все данные, которые мы только что вводили. Здесь отражены. Если есть необходимость, то можно еще сделать описание. Например, там икона, апостола, то есть здесь полная апостола, Андрея, первозванного. Что же это такое? Так. Ну, здесь уже в описании воля ваша. Как вы желаете, так и описываете. Но, пожалуйста, придерживаемся правила лаконичности. И не сочиняем тут большие тексты. Сохранить. Ну и вот мы видим описание внизу. Далее, когда уже ваши работы будут здесь. в вашем альбоме-портфолио, то можно ими делиться в соцсетях. Вот, друзья, собственно, и все, что хотелось сказать по поводу пакета авторского и по поводу того, как регистрироваться на сайте, делать загрузку фотографий и опись изображений. Спасибо вам, что вы смотрите и интересуетесь подлинником. Пожалуйста, если у вас возникают какие-либо вопросы, заходим в группу Facebook и там проявляем активность или же оставляем комментарии под этим видео. На этом все. Пока-пока. До следующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok